Всем привет! Многие, кто покупал наушники i7 mini, либо i9s, наверное, сталкивались с такой проблемой, как дохнет аккумулятор. Причем, ладно бы он дохнул в двух наушниках, обычно он дохнет в одном из наушников. Что в таком случае можно с ними сделать? Во-первых, наушники можно просто выбросить нафиг. Либо же попытаться отдать их тому, у кого вы купили, если еще срок гарантии на них не вышел. И даже если вам будет говорить про даван, что не было ни единого разрыва! Я говорю, ни единого разрыва, а сейчас есть разрывы! Говорите, что наушники постоянно теряют связь, либо же сдох аккумулятор, и в принципе вы сможете вернуть. Можно также просто их потерять. Можно поступить более интересно. И вы, наверное, спросите, что за розовая фигня по центру экрана. Ребят, это не фигня, это колоночка от Divum. Да, раньше Divum делала вот такие вот проводные колонки, кстати, 3 вата в ней, якобы заявлено производителем. И, в общем-то, довольно долго играет, а некоторые говорят, что на неделю хватает. Можно аккуратно поставить телефон. И после этого смотреть все с более-менее приличным звуком, если у вас в телефоне плохой звук. Что для того, чтобы появился в ней Bluetooth, нужно сделать? У меня такая родилась идея. Вот сейчас я вам покажу эти наушнички. Сначала мы i9s откроем. Какие-то наушники попались, которые там работают около 10-15 минут. Ну да ладно. Работают и работают. Но хуже всего, что левый наушник полностью отказывается работать. Это i7s. А с ними обратная беда. Здесь не работает левый наушник. Ну и сам бокс уже, аккумулятор сдох. Я решил, если вытащить начиночку, например, вот такого вот наушника и вставить их в колонку, то мы получаем Bluetooth-колонку. Вы скажете, да, блин, можно взять какой-нибудь Bluetooth-ключ, подключить его к 3.5-джеку. Да, можно, конечно. Но, во-первых, это будет, опять же, провода, от чего мы хотим избавиться. А, во-вторых, как бы интересно попробовать. Единственный вопрос. Наушники, мне кажется, абсолютно непригодны к разбору. Возможно, если это будет делать врач, который умеет делать всё через одно место, он через одно место всю электронику сюда вставит. А уж разобрать, я думаю, вообще его не получится. Хотя мы это всё дело попробуем сделать. Когда мы всё это дело соединим, у нас получится неплохая Bluetooth-колонка. Аккумулятор здесь уже есть. Просто перепаиваем электронику на вход аккумулятора, перепаиваем электронику на выход на 3.5-джек. Внутри все эти коннекторы должны быть. И, в общем-то, мы получим полностью рабочую Bluetooth-колонку. Всё это вы сможете проделать с любой другой колонкой, у которой есть встроенный аккумулятор, то есть, которая является активной. Да, можно это сделать с пассивными, но там будет, конечно, намного больше заморочек. Итак, для начала надо попробовать разобрать наушник. Колонку разобрать не вопрос, а вот с наушником могут быть вопросы. Для начала, конечно, можно попробовать просто его открыть. Ребята, насчёт того, что они не разбираются, я сам себя, наверное, обманывал. Разбираются и довольно легко. Я думал, почему-то аккумулятор стоит здесь и он круглый. Блин, разрыв шаблона. Они, оказывается, ремонтопригодные. Принцип простой. То есть, отсюда вставляется плата, а сверху уже припаивается сюда аккумулятор, и к нему же припаивается вот такой динамик. То есть, выход на динамик белый-синий, выход на аккумулятор красный-чёрный. То есть, плюс-минус. Ну, и здесь как бы то же самое. За секунду до того, как наушник выключится, нужно обрезать чёрный провод. Эта микросхема стояла в данном наушнике. В общем-то, это готовая колонка. Учитывая копеечную стоимость данного наушника, плата мне, в общем-то, нравится. Давайте попробуем разобрать i7. Да, ребят, все они разбираются. Вы посмотрите, как держится динамик. Проблемы с заменой динамика быть не должно, если у вас есть желание заменить динамик и попробовать, как всё это дело будет работать. Вот это вот аккумулятор, жвачка. Плата здесь, как вы видите, более длинная. Она прямо аж выпирает. Вот сейчас попробуем низ снять. Таким же образом. Вы знаете, легко, с помощью ногтей всё это дело разбирается. Но здесь немножко другая конструкция. В проводах динамику идут два чёрных провода. Ну, то есть, тут вообще не парит никого. Каким плюс-минус вы запаяете. Лук всё равно хреновый. Ай-9 и Ай-7. Ну, в Ай-7 вы видите тут, да? Во-первых, тут антенна большая. И микросхема здесь, как вы видите, громадная. Теперь попробуем разобрать колонку. Здесь мы не видим нигде отверстий с винтами. Поэтому, скорее всего, это всё под ножками прячется. Вот таким образом выглядит внутри колонка от Дивум. Четырёхомный трёхваттный динамик стоит. А вот здесь вот сбоку впаян аккумулятор. А на 300 мА, как видите, сюда можно при желании, ну, по крайней мере, два за параллели точно аккумулятора, либо один там чуть-чуть помощнее впаять. Вот такая вот ерундовинка есть. Не знаю, зачем она. Вот сюда мы, в общем-то, можем впаять запросто вот любую из этих микросхем. Перед тем, как припаивать микросхемку, желательно протестировать, что она работает, и что мы её не повредили в процессе, так сказать, извлечения. Для этого берём аккумулятор, находим плюс-минус и соединяем плюс с красным проводом, а минус с чёрным проводом. Как вы видите, всё заработало, значит, всё нормально, плата работает. Теперь берём колонку подопытную. Здесь нам что интересно? Нам интересен вход для AUX. Сюда мы запаяем выход наших аудиопроводов. Интересно питание. Вот плюс-минус, который мы также соединим с нашей платой. Как вы видите, здесь идёт распайка на три провода. Нас интересует масса, и либо левый, либо правый канал здесь уже не принципиально. Я думаю, для этой колонки на звуке это никак не скажется. Теперь мы возьмём нашу плату и с помощью двух проводов удлиним питание. Лучше всего провода брать того же цвета. Во-первых, эти цвета везде используются, чёрные и красные, и вы их не перепутаете. Мы просто это всё дело удлиним, не забывая заизолировать вот такими вот кембриками. После этого попробуем это всё дело включить. Микросхемка заработала. Пробуем к ней коннектиться. Пошли небольшие помехи. Не знаю, слышны вам или нет. Небольшую наводку делает данная микросхема. Третий раз перепаиваю плату. Плата при подключении дико греется. Несмотря на то, что я её подключаю через зарядку, она всё равно греется. Подключаю свой аккумулятор, она всё равно греется. Не пойму, в чём вообще здесь логика. Если я подключаю правильно, проблемы не должно быть. И тут до меня доходит, что я её замыкаю. Так как у нас идёт корпус на минусе. И точно так же он идёт на уксходе. И я, получается, это всё дело замыкаю. Плата начинает дико греться, но при этом не перегорает. Что интересно. То же самое происходит, эта вот i7, она большая. То же самое с i9. И тут до меня доходит, что нужно всего лишь один провод подключить, для того, чтобы играла колонка. Запитываете питание напрямую. Подключаете ещё один провод на левый или правый канал. Это, в общем-то, не принципиально. И вуаля. Колонка работает. Единственное, если вы слышите, идёт помеха. Какая-то недоработка, товарищи китайцев. Потому что такие помехи я часто слышал и на дешёвых наушниках. Вот так вот она вылазит, потом пропадает. Но, тем не менее, три провода припаиваете, колонка работает. Как вы видите, разместить наушник в колонке проблем не составляет. Можно даже два здесь разместить вообще без проблем. Идея, которая родилась у меня в голове, в общем-то, рабочая. Единственное, конечно, я не предусмотрел, что слабоват сигнал усиления. То есть, мощность, конечно, вот этого усилка чуть-чуть не хватает для того, чтобы полностью раскачать данную колонку. А так, в общем-то, видите, я переместил в другое место. Даже помехи ушли. Никаких дополнительных действий не нужно. Только три провода соединяете. Плюс-минус. Либо левый, либо правый канал соединяете. Второй провод нам не нужен. Потому что, если вы соедините с землёй, идёт закорачивание. Плата жутко греется. Ну, естественно, разряжается аккумулятор. И когда-нибудь она всё-таки нагреется или отпаяется, или перегорит. В итоге получили небольшую беспроводную колонку. Бонусом у нас остался ещё один живой аккумулятор от наушника. С помощью которого вы сможете починить любой другой наушник. Так что, пользуйтесь. Кому этот небольшой эксперимент был интересен, не забываем подписываемся на канал. А если вы досмотрели до этого места. Сейчас мы разберём полностью две базы от наушников i7s и i9s. И посмотрим, что там внутри. Всё ускорено. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok